Как раз по поводу команд, вот Катя, я никогда не делаю команды, когда Кате их мы еще ставили. То есть, если она там несколько раз мне не показала, я ей туда не лезу, потому что я боюсь злить. Нам также продолжать или можно как-то... Вы знаете, как, если вы тоже квалифицированы и понимаете, чему учите собаку, и у вас есть понимание, как учить ту или иную команду, то вы можете это делать вдвоем совершенно. Мы можем, например, по-разному ее делать. Я поняла, да. Овчарки, очень интеллектуальные собаки, и они смогут заполнить 8-10 систем, и с каждым человеком будут делать по-своему. Ничего страшного в этом нет. Да, немножко щенок будет путаться, но я сомневаюсь, что вы сейчас кардинально прям как-то по-другому что-то выучите. Договоритесь вечером, что учим команду сидеть так и так, и все. А если будет небольшое отклонение, например, по углу жеста, руки или голос, все равно так или иначе вы делаете команду по-разному. То есть голос, движение, выражение на лице, оно все равно по-другому. Поэтому так или иначе у вас все-таки отклонение есть. Поэтому ничего страшного в этом нет. Я считаю, что можно учить вдвоем, это веселее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!